Гораздо большее количество людей стало видеть, что ситуация еще больше ухудшилась. Ужас, который происходит в здравоохранении, абсолютное неверие в будущее у молодежи. Все это результат работы партии власти. Мы давали, одна иркутская область давала больше, чем федерация тратила на борьбу с ковидом. Мы за эти три года прошли больше тысячи судебных заседаний. Через суды можно отобрать любую собственность, закрыть любое предприятие. Моих родственников тоже взяли в заложники. Репрессиями не решишь главной проблемы России. Все это делается только с одной целью, для того, чтобы каким-то образом уничтожить те ростки социализма, которые на самом деле появляются на нашей территории. Во главе всей нашей программы стоит простой человек. Мы точно знаем, что мы правы. Мы научились отстаивать свои результаты. Те люди, которые придут 19-го числа, мы их голоса сохраним. Это мы гарантируем. Потому что понятно, что если люди придут на выборы, никаких шансов у партии власти не будет. И КПРФ единственная партия, которая может реально изменить жизнь простых людей в России к лучшему. Дорогие друзья, дорогие подписчики-единомышленники, мы находимся в городе Иркутске с моими друзьями-единомышленниками Сергеем Георгиевичем Левченко и Павлом Николаевичем Грудининым. Друзья, но финишная прямая предвыборной гонки, выбрав Государственную Думу, в Иркутск приехал Павел Николаевич Грудинин поддержать команду КПРФ, национально-патриотических сил поддержать Сергея Георгиевича Левченко, наших кандидатов. Павел Николаевич, ваши впечатления от увиденного? Иркутск готов к смене власти, к смене социально-экономической политики? Ну, знаете, как Иркутск, как вся страна, готова. Единственное, что нам необходимо сделать, это зафиксировать победу. Потому что понятно, что если люди придут на выборы, никаких шансов у партии власти, ну и у остальных вот этих вот партий спойлеров не будет. И КПРФ единственная партия, и, кстати, не зря у нее номер один в списке, которая может реально изменить жизнь простых людей в России к лучшему. В Иркутской области это особенно видно, потому что, конечно, все то, что Сергей Георгиевич на протяжении долгих лет делал, оно позволило нарастить бюджет, сделать как-то жизнь лучше. И потом сейчас вот мы видим, как происходит откат обратно. Для того, чтобы изменить ситуацию, сделать простого человека главным, а у нас в программе КПРФ во главе всей нашей программы стоит простой человек, нужно, конечно, прийти на выборы и поменять эту власть. Мы прекрасно понимаем, что нужно делать, как нужно делать, то необходимо изменить в законах. Поэтому Госдума, которая будет, я уверен, что большинство, если будут честные выборы, будет только КПРФ, она может реально изменить законами жизнь простого человека к лучшему. Вот к чему надо стремиться. Сергей Георгиевич, приезд Павла Николаевича Грудинина, с вашей точки зрения, поспособствует тому, что еще больше людей придут на избирательные участки, перестанут думать, что от них ничего не зависит, что моя хата с краей, и все-таки мы действительно добьемся того, что, как и вы в 2015 году, стали народным губератором Иркутской области, сейчас мы сможем увеличить фракцию КПРФ в Государственной Думе. Несомненно. Мы все помним, как Павел Николаевич в 2018 году вел выборы президента, и это была действительно единственная альтернатива существующей власти, существующему режиму. Поэтому и здесь, в Иркутской области, и во многих территориях Павел Николаевич набрал очень много своих сторонников, голосов. И если уж как минимум бы все, кто за Павла Николаевича голосовали в 2018 году, пришли бы сейчас на выборы и отдали свой голос, я думаю, что у всех остальных партий шансов не было бы никаких. За это время, за три года много воды утекло, и гораздо большее количество людей стало видеть, что ситуация еще больше ухудшилась. Поэтому у нас самые хорошие шансы, и Павел Николаевич своим присутствием и своей работой здесь напоминает, куда нужно идти, каким путем. Мне кажется, очень показательно, что вот здесь, в сквере Кирово, стоите вы вместе, Павел Николаевич, Сергей Георгиевич. Вы оба являетесь таким объектом политических репрессий. Раздражителями для власти. Раздражителями, да. Как люди, которые показали, например, совхозы имени Ленина в Иркутской области, как можно развиваться, если не воровать, не пилить, и реально направлять свои усилия на созидательный труд, на повышение уровня жизни населения. У Павла Николаевича в плен взяли совхоз имени Ленина. По большому счету, у Сергея Георгиевича у вас взяли сына в заложники, с моей точки зрения, и держат в изоляторе. Павел Николаевич, что за расправа получается? Власти так боится? Вот такая ситуация. Успехи и в Иркутской области, Сергея Георгиевича, и наши в совхозе Ленина, они сильно раздражают власть имущих, а поскольку они не могут ничего предъявить, альтернативы какой-то в своей программе, они решили уничтожить то, что мы сделали. А как это можно сделать? Конечно, прежде всего, поставить совхоз имени Ленина одно из лучших предприятий России в такое сложное финансовое положение. Мы за эти три года прошли больше тысячи судебных заседаний. Учитывая то, что суд у нас несправедливый, мы видим, что мы проигрываем все вообще, и через суды можно отобрать любую собственность, закрыть любое предприятие. У нас арестованы наши земельные участки, у нас арестованы все акции, мы практически не можем провести общее собрание совхоза, и все это делается только для того, чтобы уничтожить наше предприятие. Ее еще тоже. Кстати, моих родственников тоже взяли в заложники, ну как, у них пытаются отобрать квартиры, значит, различные наезды. Все это делается только с одной целью для того, чтобы каким-то образом уничтожить те ростки социализма, которые на самом деле появляются на нашей территории. И поэтому я думаю, что поскольку аргументов у наших противников нет, они какие-то подлые методы применяют, которые на самом деле власть применять вообще не должны. Нас это видите не остановило. Сырич, я так понимаю, что чем жестче политические репрессии, чем больше попыток заткнуть рот, тем меньше желания сдаваться, останавливаться, тем больше воля к победе и к тому, чтобы добиться справедливости. На вашем примере в Иркутске это вижу по вашей команде и то, что как ведется компания. Владислав, у нас желания сдаваться не было никогда, независимо от того, как они действуют против нас. Им не удастся справиться, это понятно, это однозначно. Дело в том, что вот если еще сегодня кто-то рассчитывает и надеется на то, что сегодняшний правящий режим, сегодняшняя правящая партия начнет, наконец, работать и будет преследовать интересы простых людей, вот на нашем как раз примере, и это очень ярко видно. Те результаты или там работа Павла Николаевича и вот то, что он сделал социального для своего совхоза, для жителей всего этого поселка, оказывается, это не нужно. Не нужны все хорошие результаты всех остальных народных предприятий, где высокая заработная плата, социальная защищенность. Не нужны результаты те, которые я показывал за эти 4 года. Мы не только в 2 раза увеличили областной бюджет, но мы в 3 раза увеличили отчисления в федерацию. Было 90 миллиардов отчисляли в год. До меня, когда я работал, дошли до 280. Мы давали такие суммы в федерацию, что на них можно было решить все вопросы по ковиду. Вы помните, сколько выделялся в федеральный бюджет? Значит, 150 миллиардов на борьбу с ковидом. Мы давали, одна Иркутская область давала больше, чем федерация тратила на борьбу с ковидом. Им, оказывается, и этого ничего не нужно. Им нужно, чтобы удержаться у власти, чтобы были свои родные и близкие, причем неважно, как они работают и с какими результатами. Поэтому люди, которые еще сомневаются, они должны вот на этом примере понять, что ничего хорошего от этого режима, от этой правящей партии в будущем ждать невозможно. Что радует лично меня, то, что даже официоз, официальные аналитические агентства и центры показывают рост рейтингов поддержки одобрения КПРФ, в том числе и после того, как Павел Николаевич и Кургин не допустили до выборов в Государственную Думу с этими всеми скандальными заявлениями Эллы Памфиловой про миллиардные счета, про неуплату налогов, про миллиардера-колхозника, про все остальное. То есть рейтинг КПРФ вырос с 11 до 17 процентов, у «Единой России» падает ниже 27 процентов. Павел Николаевич. Чем больше народ знает о выборах, тем больше он в них вовлекается. Чем больше он вовлекается, тем меньше поддержка партии власти. Еще раз, мы, конечно, работаем, но главную работу по непринятию партии власти и неголосованию за нее они сами сделали, потому что все же прекрасно понимают, что все, что сейчас происходит в стране, и вот этот ужас, который происходит в здравоохранении, и абсолютное неверие в будущее у молодежи, все это результат работы партии власти. Мы предлагаем альтернативу, поэтому мы-то на правильном пути. Наши враги злятся, снимаются выборов, и не только меня, Николай Николаевич Платошкин и многие наши коллеги... Пандаренко на крайнюю. Но репрессиями не решишь главные проблемы России, развитие страны, чтобы люди не хотели уезжать из нашей любимой родины, чтобы здесь можно было развиваться. Поэтому мы на правильном пути, ну а наши враги злятся, применяют какие-то подлые, некрасивые приемы... Ну, слушайте, мы же не будем им подобляться. Поэтому мы точно знаем, что мы правы. Сергеевич, подводя итог, что надо сделать, чтобы эти чаяния людей были воплощены в жизнь? То есть не только, чтобы рейтинги, которые даже власть сама рисует, мы смогли их превзойти, но чтобы действительно люди... Мы смогли добиться остановки всех антинародных реформ, пенсионных реформ, пенсионного гребежа. Что у нас сделать сейчас на финишной прямой последней неделе? Ну, мы, по крайней мере, делаем все для того, чтобы как можно большее количество людей, во-первых, о выборах узнало, во-вторых, увидело нас с нашими программами, в отличие от всех тех обещаний, которые делают эти вот спойлерские партии. Мы научились отстаивать свои результаты, но дело в том, что партии власти, правящий режим, они все время изобретают какие-то новые приемчики для того, чтобы им как-то смухлевать, ловкость с рук, чтобы показать. В прошлом году изобрели трехдневное голосование, в этом году везде навязывают онлайн-голосование, там, через интернет и так далее. Видеотрансляции отменяют? Видеотрансляции отменяют. Мы очень хорошо умеем удерживать результат, тогда, когда люди приходят голосовать в бюллетене. Причем приходят голосовать, так как положено по закону, в единый день голосования, 3-е воскресенье, сентября. Это в законе написано. То, что придумали сегодня еще там два дня на пеньках, это, вообще говоря, не полностью соответствует закону. Это жульничество, так понятно. Это ловкость рук. Поэтому те люди, которые придут 19-го числа, если они действительно хотят что-то изменить, мы их голоса сохраним. Это мы гарантируем. А вот если будут поддаваться на какие-то посолы, или там деньги, или там административные ресурсы, будут приходить раньше, здесь сохранить ваши голоса будет намного сложнее. Поэтому мы все время призываем, приходите 19-го числа, причем во второй половине дня. Павел Николаевич, на выборы идти и голосовать. Правильно, Павел Николаевич? Да. Ну, слушайте, понятно, что если вы хотите что-то изменить в стране, можно двумя путями. Либо бюллетенем. Геннадий Андреевич не зря сказал, что, может быть, это последний шанс отправить нашу жизнь, вот именно голосовать. Или булыжникам, к сожалению. Поскольку мы не экстремистская партия, не призываем людей на несанкционированные митинги, мы хотим, чтобы все пришли на голосование и сказали нет вот этой разрухи, которая в стране сейчас творится. И сказали да развитию мирному, благополучному развитию нашей страны. Поэтому да, все на выбор.